К Максу приезжаю в гости. Он говорит, я себе ламбаржи не купил. Пойдем, говорит, покажу. Вот этот ящик приблизительно, там, в районе 300 тысяч рублей стоит. Лежат всякие датчики электроника. Он говорит, Макс, здесь миллион на полтора лежит всякого добра. Мы еще недавно приобрели специальное оборудование. То есть, я думаю, что мы вообще тут, наверное, самые первые. Если этот инструмент кто-то украдет, то он не сможет его запустить. Ну, да. Балка. Да, вот это обязательная история, которая тоже должна быть. У нас все это охраняется, чтобы ни у кого не было соблазна лишнего. Ребята, всем привет. Мы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев, Максим Наследник. В прошлом выпуске у нас был детальный обзор на расходники и стоимость ремонтов PrimeTage 300. Я вам обещал. Сейчас мы в гараже у Максима делаем обзор на инструменты, которые должны быть для того, чтобы обслуживать трактора, ремонтировать, производить всякие такие мелкие детальные ремонты. Поехали. Макс, что у тебя здесь есть? Ребята, ну, сразу хочу сказать, что это все, конечно, без людей не работает. Самое главное, чтобы были там грамотные механики, грамотные люди, специалисты, которые шарят, не ушатывают технику. Сварочные обязательно работы, чтобы присутствовали люди, которые умеют это все. Поэтому я могу сказать, что про многое знаю, но не очень там глубоко в подробностях деталях, потому что все-таки там я не сварщик. Вот, допустим, начнем с ямы. Это у нас подкатной домкрат гидравлический, который там на 5 тонн позволяет мульчер хотя бы половину, одну ося оторвать и получить доступ к всяким агрегатам. Запуск и зарядка аккумуляторов. Это у нас ящик с пальцами, которые, ну, там, бэушные, допустим, не бэушные какие-то, там что-то можно выбрать. Вот это у нас очень интересная история. Я заинтересовался фирмой Милоки где-то, наверное, год назад. Сейчас шучу там между своими, что мы сектанты. Короче, мы сектанты находимся в этом, в рабстве у компании Милоки, потому что покупаем их инструменты, считаем, что он очень хороший, крепкий. Вот, вот этот ящик приблизительно, там, в районе 300 тысяч рублей стоит, но если с инструментом говорить. Это полностью комплекс. Сам ящик 30 тысяч, то есть это очень крепкий набор, он называется Packout. Насколько я знаю, что на вот эти ящики, допустим, если найдет легковая машина колесом, то он не сломается. Очень крепко все это сделано по американским всяким технологиям. Мы используем всякие биты, вот эти все тоже Милоковские. Он по сексам разбирается. Да. Можем одну сексу сейчас не показать. Да, у него тут прикол в том, что вот этот защелка есть, и можно каждый ящик вытащить. То же самое и с этим. У нас здесь лежат аккумуляторы. Кстати, аккумуляторы – это самая дорогая часть в запчастях, как оказывается. То есть, так называемые тушки, это самые шуруповерты и так далее, они стоят там 20-30 тысяч рублей, но аккумуляторы к ним могут стоить намного дороже. Здесь у нас инструмент, вот, допустим, гайковерт. Вот этот гайковерт, он у них топовый. Стоит он, по-моему, в районе 100 тысяч рублей. И мы его приобрели для того, чтобы скручивать очень, пусть с большим усилием, болты и гайки, которые крепят траки. А как он на морозе себя ведет? На морозе нельзя эксплуатировать. По-моему, там до минус пяти, что-то такое. Но, в общем, мы стараемся особо их не… То есть, работать в гараже этими инструментами? Да, в основном. Но если берем там с собой, то из машины, может быть, что-то вынесли, поработали. Но глобально морозить аккумуляторы нельзя. Вот эти можно морозить. А кто производитель? Чей инструмент? Американцы. Американцы. И поставить на блок. И если этот инструмент кто-то украдет, то он не сможет его запустить им пользоваться. Какого года он? В прошлом году купили. В прошлом году? Да. Обалдеть. Я слышал чайники, микроволновки, умные дома. Ну, чтобы инструменты были такие. Ну, это у них, по-моему, единственная модель такая, которая с блютусом. Вот он у нас сворачивает болты от траков просто на раз-два. Потому что, если закручивать и скручивать эти болты, нужно использовать вороток, лом. Там где-то длиной полтора метра и два, и два человека их откручивает. Там какие-то усилия вообще дикие. А этим закрутил и этим же потом открутил. Да, да. И мы гусянку, вместо того, чтобы там условно четыре дня мучиться и людей убивать, вот этой физической работой, этот один человек может с этим шуруповертом справиться. Или он болтоверт, правильно называется. У него самая максимальная тут дюймовая посадка. Вот. Правда, были какие-то у нас случаи, то ли их раздалбывал, что-то мы там меняли. Но факт в том, что он работу очень сильно облегчает. Особенно по гусянке. Где его купить можно? Ну, в интернете. Мы берем быстрее, если надо, там дам контакты. То есть, да, офлайн-магазин есть такой, да? Есть онлайн-магазины, да. Там можно выбрать, допустим, какую-то конкретную модель. А ребята мне из Истр привозят, по-моему, у них скидка в 7%. Ссылку будем оставлять, нет? Ну, если надо, я контакты дам. Оставим ссылочку, пусть будет. Очень нравится, потому что мы по гаражу не используем всякие провода, не таскаем это все. Аккумулятор взяли, зарядки воткнули и погнали. Аккумулятор бывает двух систем. Это, по-моему, 18-18 вольт. Тут где-то на них написано. Ну, вот М18 и 12 ампер час. Это, наверное, самый выносливый аккумулятор. Тут же можно посмотреть, насколько он заряжен. Индикатор есть. Да, индикатор. Ну, это на многих машинах есть. Вернее, на батарейках. Юросел. Да, да, да. Есть еще такая более легкая серия. Она используется для всяких фонариков. Вот у нас, кстати, на один из фонариков падал гидронасос. И там даже стекло не лопнуло. То есть, инструмент такой действительно качественный, хороший. Для облегчения работы вот в нашем парке есть вот этот огромный. Есть поменьше. Они, кстати, ударные. Есть еще меньше. И есть вообще вот аналог. То есть, вот этой машинкой можно пользоваться как трещотка. То есть, максимальное усилие можно срывать руками. Как раз маленький аккумулятор для нее, наверное. Да. И потом уже докручивать, ускорять работы по монтажу и демонтажу всяких узлов и агрегатов. Все это вот в этом боксе. Допустим, удобно машина сервиса закатила тележку. Тут есть ручка. Он на колесиках? Да. Тут есть ручка. То есть, они выехали куда-то в поле. И производят ремонт. Чемодан тысяч на триста, да? Тут укомплектован. Ну да. Нормально. Один раз потратился, и ты укомплектован качественным инструментом. Поехали дальше. Ну что дальше? Тут, тут. А вот, кстати, у нас есть еще воздуходувка. Мы ее используем для того, чтобы в гараже убираться. Можно там сдувать, что-то продувать радиаторы на технике. Можно на улице также пойти везде. Так, что еще? Ну, это всякие расходники. Там химия, круги. Электроинструмент проводной, который какие-то болгарки. Интерскол. Да, это все такое простое, дешевое. Музычка у нас тут есть. Маршал. В общем, чтобы это, чтобы комфортно было работать, инструменты, инструменты. Отверточки, ключи. Это болты, шайбы, гайки. Очень часто приходится. Болтами ты укомплектован. Да. Используем часто крепеж, каленые болты, которые, ну, большие нагрузки выдерживают. Где закупаешься мелочевкой? В Гидроскант. И, нет, не Гидроскант. На Ленинградке, у нас тут рядышком есть магазин. Мы даже одно время заморочились на то, чтобы приобрести большое количество болтов и гаек на свою технику, именно каленые. И мужик, по-моему, возит их из Германии. Вот эту стоечку еще. Очень удобно всякие ломы, воротки, чтобы они не валялись по гаражу. Мы сварили из колесного диска. Сварили такую штуку для того, чтобы это все компактно стояло, лежало в одном месте. Вот. Это для выпрессовки, запрессовки. У нас этот аппарат, всякое сварочное. Это аргон, это полуавтомат, резак, газы. Еще угол с газами там. Мы еще недавно приобрели специальное оборудование. То есть, я думаю, что мы вообще тут, наверное, самые первые, кто приобрел. Это оборудование для закачки азота в гидроаккумуляторы. Вот в этой машине стоит пять гидроаккумуляторов. И они потихонечку спускают. И для того, чтобы гасить вот эти ударные нагрузки, гидроаккумуляторы должны поглощать. Там мембрана стоит в этих, в таких колбах. И туда закачивается азот, который вот эту мембрану сдерживает для того, чтобы гидравлика работала правильно. Чьи тиски такие здоровые, мощные? Ну, это у нас все сварочное. Это у нас вот это вот все хозяйство для сварщика. Импортное или отечественное? Нет, это отечественное. Какой-то Советский Союз мы восстановили, покрасили его, там что-то доделали. И они прекрасно работают. Не обязательно новое покупать. Еще вот у нас переносная история для того, чтобы подсвечивать какие-то работы, потому что света этого недостаточно для сварщика. Вот. Обязательно, конечно, компрессор большой на 380 для того, чтобы воздухом где-то что-то продуть. Или какой-то пневмоинструмент мы используем. Я думаю, что он у всех есть там и должен быть. Святая святых главного механика, куда он запрещает проходить, я думаю, что это надо вырезать или там ваши лица замазать, чтобы он не ругался. Ну, в общем, он тут у нас держит порядок, никого сюда не пускает, для того, чтобы все лежало на своих местах. Только он знает, где что лежит. Да, да, да. Он сам положился. Для того, чтобы был порядок, да. У меня омывайка у тебя с запасом. Да. Даже двигатель запасной. Да, мы купили двигатель, который можно будет подкидывать. На какой трактор он? Это на 180-ку дойте. 2012 модель называется. Особой гордостью нашего механика является какой-то ящик. Я не помню, где он у него находится. Ну, вот из разряда вот такой ящик, где у него лежат всякие датчики электроника. Он говорит, Макс, здесь миллион на полтора лежит всякого добра. Ну, то есть, именно датчиков у нас готовы для того, чтобы мы не ждали и там на каких-то дальних объектах не вставали в простое, чтобы это все было в наличии. Зубья с запасом ножи. Да, запас зубьев, гидромоторы. Там еще несколько гидронасосов сейчас пока находятся на ремонте. Химия для очистки всяких деталей. Немножко спецодежды. Обувь. Да, спецодежды. Вот эта смазка, она у нас просто улетает, потому что мажемся каждый день. Технику обязательно с утра. Какие-то шланги помелочи. Ну, в общем, тут вот в этих ящиках. Еще один чемодан на 300 тысяч. Да, это такой же чемодан, но там лежит всякое диагностическое оборудование для моторов, для электроники, тестеры. То есть, это у нас именно по электронной части. А по балансировке у вас своя балансировка? Нет, мы заказываем. Мы пока в это не вылезаем. Домик для кота? Да, домик для кота. Мы ее тут на ночь сажаем, потому что... А, я, кстати, хочу очень важный момент сказать, что у нас все это охраняется, чтобы ни у кого не было соблазна лишнего. У нас тут стоит сигнализация, и она срабатывает, если кошка ходит под датчиками движения. Поэтому мы на ночь ее здесь закрываем, кормим, и тут она у нас тусуется по ночам. Двигаемся дальше. Угол, значит, нет, до угла не дойдем кислородного балка. Да, вот это обязательная история, которая тоже должна быть. Потому что все то, что там тяжелые, всякие навески... Ну, эта балка обязательно должна быть, конечно же, с ровным полом, потому что без ровного пола она на этих колесиках не может нормально перемещаться. Я так понимаю, пол это сделали в этом году? Да, в этом году. В прошлый раз я... Да, да. В прошлый раз и в прошлом году не было. Шлифованные полы, бетонные. И если кому-то интересно, то цена за 210, наверное, квадратных метров 500 тысяч. Шлифованные полы. И мы прямо, честно говоря, от них кайфуем, потому что очень удобно. Чисто, аккуратно, за ними легко ухаживать. Проходи. Проходи. Это Юрген. Наш основной экскаваторщик. Незаменимый специалист. Так, двигаемся дальше через уголочек. Что тут у нас? Ну, вот эти, как бы, всякие газы, кислота, азот, там, кислород. Я, честно говоря, в это все сильно не погружаюсь, но это у нас вотчина головного механика. У вас отсюда войдет подача кислорода? Нет, 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 нет. Это просто угол, в котором оно все находится. Это у нас бочка, которая с насосом, мы ее используем для, ну, допустим, там, сливаем масло туда или фильтрацию устраиваем в гидросистем. То есть, эту бочку мы из-под шелла, из-под гидравлики просто спилили и заколхозили ее на колесиках для того, чтобы она у нас каталась спокойно по гаражу. Вот. А вот это у нас мойка. Мойка, вот эта, которая, скажем так, стационарная на 220, они практически не живут, потому что у нас иногда на то, чтобы один трактор отмыть, уходит день. Они очень быстро накрываются, мы там несколько раз их приобретали. Альтернатива, тут промышленный Керхер. Да, да, это на 380 обычная мойка, она немножко громкая, но зато она такую струю дает, что отлетает все там иногда вместе с краской. Скажи, пожалуйста, про Мазерати. А, Ламборджини. Ламборджини. Да, это моя первая Ламборджини, которую я купил. Макс, я к Максу приезжаю в гости, он говорит, я себе Ламборджини купил. Пойдем, говорит, покажу. Ну, в общем, смысл в чем, что котел этот фироли итальянский, а вот эта вот пеллетная штучка, которая подает пеллеты из этого бункера в сопло, она фирма Ламборджини. Настоящая прям Ламборджини. Там шильдик даже раньше был, он, кстати, куда-то у нас отвалился. Я думаю, где-то, может быть, сейчас на чьей-то машине катается. Это моя первая Ламборджини, я надеюсь, не последняя. Скажи, сколько приблизительно здесь вложений? Ну, на 200 квадратных метров. Я думаю, что, ну, давай так, вот, покраска, крыша, это 500 тысяч, наверное, полы 500 тысяч. Отопление, ну, наверное, не знаю, 100. Вот это вот всю историю стекла. Офис Москва-Сити. Да, мы приобрели очень удачно. По-моему, одно стекло мне обошлось в 30 тысяч. Мы их нашли на Авито, бэушные, потому что, ну, кому-то они не подошли. И вот этот бюджет, на самом деле, небольшой. Но если заказывали бы сейчас, то это было бы только новое, какое-нибудь бронированное, с бюджетом, там, ну, каким-то очень совсем негуманным. И мы бы, наверное, не заморачивались. Просто очень мы как-то так удачно это все сделали. Плюс мы там наверху еще утепляли, клали полы с подогревом электрическим. Окна туда выбили на улицу для того, чтобы свет был. Но на самом деле, конечно, когда мы сюда приехали, здесь был в этом гараже дикий вообще срач. Вот такой слой земли, перемешки с маслом, запчастями, бутылки из-под водки. Короче, у нас тут только вывоз мусора там, не знаю, ушло, наверное, месяц. И мы с же Себенком здесь скребали вот эти старые остатки. И потом только смогли позволить себе вот залить этот бетон. И всем, кто вообще вот такой гараж хочет иметь, я советую обязательно заливать такое вот непыльное покрытие. Потому что это очень удобно вообще. Мы прям довольны очень сильно этим всем. Ну, свет, я там, не знаю, 1050, может быть, он обошелся. Следующий у нас на очереди, если, ну, как бы бюджет позволит, вот сюда ворота хочется поставить вот эти вот, которые... Это рольставни. Они не рольставни, а сэндвич-панели называются, которые, ну, ездят, да. Вот недавно просчитывали двое ворот таких промышленных, по-моему, 700 тысяч будут стоить. Это самые такие простые, дешевые, дурхановские, по-моему, и с электроперилдом. Вот, а если там замахнуться на стеклянные какие-то вставки, ну, и стеклянные, а прозрачные, чтобы свет попадал. А по отоплению у тебя один котел отапливают? Да, вот этот котел, это для того, чтобы увеличить теплосъем с батареи, потому что батареи очень горячие, а в помещении все равно, несмотря на это, холодно, потому что, ну, тепло, вот эта вот энергоэффективность у помещения очень плохая. Тут много щелей, даже вот в этой кирпичной кладке, на самом деле, есть дырки в соседнее помещение, которое холодное. Они зимой не эксплуатируют наши соседи, и оттуда прям, ну, нормально дует. И для того, чтобы увеличить теплосъем вот с этого горячего контура, мы поставили два вот этих вот калорифера, и они автоматически включаются, выключаются, и, ну, кстати, хорошая история. К ним, получается, горячая вода не подведена, а просто вентиляторы как... Подведена, подведена, да, но для того, чтобы усилить этот теплосъем. Радиаторы, через них вода проходит, и вентиляторы еще подбывают. А сама энергия идет у нас от... От пилет, да, и где-то бюджет, вот, на самом деле, вот из-за этих больших теплопотерь, ну, 1030 у нас уходит на пилеты в месяц. Ребят, на этом обзор гаража заканчивается. Ставим лайки, репостим в соцсети, обязательно колокольчик. Вот смотрите и не подписывайтесь. Подпишитесь на наш канал. И смотрите в следующей серии. Вы узнаете историю Максима, как он начал заниматься этим бизнесом. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!